Девочка-пай 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 Силанс От Артака пришла телеграмма, а Рус ничего не понимает. Она сказала, чтобы все пришли. Сыропу сказал? Сейчас. Беги, сообщи ему, я тоже скоро буду. Сыроп! Сыроп! Что? Что такое? Иди сюда, дело есть. Сейчас приду. А, что такое? От Артака пришла телеграмма, а Рус ничего не понимает. Она сказала, чтобы все пришли. Я? Ага. Павел. Подожди. Я должен идти. Что такое? От Артака телеграмма, без меня не могут разобраться. Азат, что за телеграмма? Я не читал. А не знает ничего. Ваш Артак уже демобилизовался? Да, но его нету. Иди. А, грузите. Идем. Ничего без сиропа разобрать не можете. Что бы вы без меня делали? А я же не читал, а Рус не дала. Ага. Ага. Ладно. Получается? Да, вообще-то получится. Но сегодня, пожалуй, не стоило бы. Я знаю, что делаю. Ну, смотри. Да, опять концерт по заявкам. Подключай. Я-то подключу, но, боюсь, толку мало. Слушай, ты делай, что говорят. Ну, что? Говорят, она заперлась. Чтобы она услышала мою песню и не вышла. Давай. Валя. На, поешь. Я сегодня вопрос поставлю ребром, а ты держись. Ладно. Вечер добрый. Здравствуй, Ваня. Здравствуй. Когда едешь, Наталья? Завтра. Завтра утром. А где Валя? Вань. Имея под рукой итоги многолетнего опыта работы нашего звена, мы можем сделать вывод. Дай-ка еще раз рука в примере. Что в тех же климатических условиях... Так... А где же Валя? Надо бы еще разок обозговать эту проблему. В этом доме проблему решаю и я. Оставь, Марфа. Надень бы туфли, Наталья. Длину померю. На, мерь. Туда и не пойду. Сердца у тебя нет. Мать свою дочку решила перед отъездом голодом уморить. Да. Девчонка за двое суток крошки в рот не взяла. Сегодня даже от воды отказалась. Бессердечная. Пусть она меня своей голодовкой не пугает. Валентина, открой дверь родителям. Ты меня слышишь? Сейчас же отвечай. Валентина, открой. Родители требуют. Валечка, родная, съешь что-нибудь, а потом делай что хочешь. Да ты что? Ничего. Послушайте. Наверное, сознание потеряла бедняжка от голода. Ну, хорошо. Я к военкому пойду. А он, Наташенька, уже военкому не подчинен. Он демобилизованный. Открой, говорю. Мне нужны мои туфли. Завтра я уезжаю на совещание. У меня доклад. Не порт мне настроение. Ну, хорошо. Из-за этого обормота. Ты сказала мне тревожно. Не подумай уезжать. Меня бросить невозможно. Можно потерять. Да. Давненько не слыхали. Ты в слезах меня просила. Будь смирен и не жди. Укради меня красиво. А поет здорово. Скоро его песенка будет спета. Кружит голову мимоза. Я приду опять. Любовь бросить невозможно. Можно потерять. Кружит голову мимоза. Я приду опять. Любовь бросить невозможно. Можно потерять. Любовь бросить невозможно. Можно потерять. Кружит голову мимоза. Я приду опять. Любовь бросить невозможно. Можно потерять. Кружит голову мимоза. Я приду опять. Любовь бросить невозможно. Кружит голову мимоза, я приду опять. Любовь бросить невозможно, можно потерять. Кружит голову мимоза, я приду опять. Любовь бросить невозможно, можно потерять. Можно потерять, можно потерять. Ну, говори, что там? Артак должен будет уйти от вас. Мать будет в сельсовет жаловаться. Вы перебирайся к нам. Говорит, что он напишет на твоих родителей в газету и вообще будет все время жаловаться. Что? Да. Она еще моего отца не знает. А вы рванете с Артаком в Армению и дело с концом. Что вы, тогда маму вообще удар хватит. Может быть, кто-нибудь из ваших мог бы приехать, а? Уже. Телеграмма на месте. Но нет, а вы еще дуга sittут-кипинской ручей. У гостей?! Ну к dranмешки, я все кhedер посвящен! Поехали. У дуга. Нинар, мичени, вот Rayma. Пошли, пошли. Добренькие, я одна среди вас в чудовище. Конечно, в чудовище. Где это видно, с палкой за парнем гоняться? Да я к нему добрее матери была. Когда он болел, я его как родного выхаживала. Выхаживала. Медовуху специально для него варила? Варила. А он лисая такая. О, Наталья Семеновна, я так вас уважаю, так вас уважаю. Ваше слово для меня закон. Разве он обманул твое доверие? Обманул. О, Наталья Семеновна, я не стану разлучать вас с Валей. А теперь куда гнет? За три тысячи верст? Да будет, Наталья. А если, не дай бог, что случится? Она вон где, а мы здесь. А о том, что там все время землетрясение в этих горах, я вообще не говорю. Да перестань, Наталья. Так уж испокон веков заведено, что девушка идет дом к парню. Заведено. А я свои условия ставлю. А твое условие подкреплено кодексом законов. У меня свой кодекс. Пожалуйста. Я им и дом, и сад, и свиней все отдам. А кур? Кур себе оставишь. Вань, Вань, не смей. Шуток на эту тему не люблю, Иван. Любишь, не любишь, а плясать русского на армянской свадьбе тебе придется. Через мой труп. Слышите? Через мой труп. Азат, как трещит голова. Азат, как трещит голова. Холодная помогает. Вот, сбился мой сон. Сукин сын, если без нас все решено, то возьми и приезжай. Зачем нас вызываешь? Нет, возьми и приезжай. Надо же посмотреть, умная, неумная, красивая, некрасивая. У тебя же есть дядя, который знает жизнь. Пришли фото этой девушки, дадим совет. Чужие люди, через посредников, просят моего совета, а для него родной дяди не существует. Так лопнуть можно, а? Не понимаю, почему лопнуть хочешь? Человек ясно говорит, дорогой папа, дорогая мама, Валя согласна. Между нами все решено. Решено. Прошу приезжать и благословить наш брак. Что ты ему еще будешь советовать? Что это, что колен опаздывает? Надо посоветоваться. Муражен, ты подумал, кого мы возьмем с собой? Никто не едет. Я один поеду, заберу и привезу с собой. А мадам Арус? По-моему, ясно. Если еду я, значит, моя жена тоже едет. Выходит, я не поеду? Если это не затруднит тебя, я тоже поеду. Ты же знаешь, я воевал в тех краях. Ребята из моего батальона будут очень рады. Не понимаю, зачем вам ехать на один день? Утром я приезжаю, забираю их и вечером еду обратно. И родственников надо пригласить. Об этом я уже думал. Но Ирванта ты возьми, он ведь жил за границей. Ладно. Если вы считаете, что я там не нужен, поезжайте. Я знаю одно, в этом деле нужен человек с хорошей головой. Вот и все. Потом Артаг не скажет, а где мой дядя? Не волнуйся, не скажет. Мурат, Шакарян идёт. А, идёт? Здравствуй, Гурген. Здравствуй, Мурат. Здравствуй, Ирвант. Арус. Видишь, Гурген, что получилось. Здравствуй. Опять распад, товарищ. Здравствуй, Сэрвант. Здравствуй, товарищ Артаг. Ну, давайте садим. Идите сюда. Ну? Вот телеграмма. Понятно. На. Что сделано? Сэроп, тебя слушаю. Кто едет, тот пусть и докладывает. Сэроп объяснен, товарищ Шакарян. Слушай, Гургенчан, все хотят поехать со мной. А я им уж и объяснял, что в такие трудные дни всем бросать работу нельзя. Мы тоже устроили у себя что-то вроде совещания. И пришли к выводу, что эта поездка Мурада в Яблоновку является делом не только его чести, но и делом чести всего нашего села. Вот, слышал? Исходя из этого, мы приняли следующее постановление. Туда с Мурадом также поедут Азад, который воевал в тех краях... Я благодарю вас. И Ярвант, как представитель сельской интеллигенции. Мерси. Вот в таком составе и поедут. Арус, я пошел. Сэроп, вернись. Постесняйся, товарища Шакаряна. А вот как. Ярвант, который два слова не может сказать, едет, как представитель интеллигенции. А Сэроп с такой головой остается здесь. Знаете что? Я против этого решения. Раз мой брат не ездит. Теперь я уже не хочу ехать. Да, езжайте. И Мурад, что ты не поедешь? Не прийти здесь. Поедет. А перед дорогой не надо ругаться. Сэроп, человек бывалый, знает все дороги, с ним не потеряетесь. Значит, не знает Мурад дороги. Сэроп покажет, да? Ага. А когда Мурад в Махашкалу ездил, когда Мурад ездил во Владикавказ, оттуда в Таганрог, где был Серег тогда? Мурад тоже прав. Простите, товарищ Шакаряна. От всей души хочу поблагодарить вас за высокое доверие, которое вы ко мне имеете. Но вы извините меня, не могу поехать. А с тобой что случилось? Объясню. Разве я могу ехать с человеком, который про мою интеллигентность говорил в неуважительном тоне? Он позволил себе сказать, что Ярван не может двух слов связать. Если так, то мы с ним в одной компании быть не можем. Не езжай. Тогда я на зло тебе поеду. Ярван, это на тебя не похоже. Пардон, извините, больше не буду. Мурад, не обижайся, но я должен ему ответить. Слушай, мы же там от стыда умрем за тебя. Что ты умеешь? Вместо меня ты будешь... Так ругаться вы будете и там. Хотите опозорить все свое село. Ведите себя с достоинством. Взаимно уважайте друг друга. Решайте все дела дружно. И ты, Мурад, не вздумай там взрываться. Посмотрим по обстоятельствам. По обстоятельствам. По-моему, два дня мало. И за три успеть нельзя. Ровно четыре дня разрешаю отсутствовать. Зачем нам четыре дня? Ай, Мурад, два дня надо на дорогу, и два на решение всех вопросов. За сроки отвечает Сироп. Помни, что ровно на пятый день вы все должны быть тут. Будут накрыты столы и все устроим как нужно. За сроки не беспокойтесь, вы меня знаете. Напрасно наш ервант обижается. Прошу мое имя не произносить. Садиться, пошли! Садиться, пошли! Встречаете? Да. Пап, дядя? Артян! Артян! Сыночек мой, как ты мог мне раздавить свой дом. Как мама соскучила. Добно и мой. Дай посмотри, дядя. Ты же вышедший стал. Артян! А ты не можешь, я не могу, я не могу. А я здесь бывал. Как сейчас помню, морз железный и березки и поле. Давай выгружай. А, вот она. Вот еще одна. Вот там еще возьми. Мам, дядя, сыночек мой, как я рада. Ни о чем не думай, все в порядке. Мой дядя здесь. Он тоже соскучился. Девальд, молодец, Артак, все правильно. Там все уже грузят. Я организовал. Слушай, Артак, а с ее стороны, ну, я хочу сказать, со стороны девушки никого нет. Дома они. Скажите, одежду привезли? Привезли, привезли. Душа тоже привезли. Потом с мацодом покушали. Что я ребенок? Отчего опоздали? Когда я телеграмму давал? Скажи, Артак, где она? Она красивая? Увидишь. А умная тогда? Узнаешь. Ну, а характером как? Вы лучше скажите, привезли кольца? Ва, и сыроп сказал, лучше здесь. Сыроп, сыроп. Что он понимает? Нашли кого слушать? И? И смотри, какой разговаривает. Довар так. Я тебе что, мальчишка? Называй меня дядя. Почему ты пристаешь к парню? Мне хочется узнать, какой ты вообще интервью. Вот ты, кто у меня. А ну, молча. А почему так громко говорите? Тут посторонние люди. Вот молодец. Опять начинает. Артак, Джон. Артак, все погрузили. Можно ехать. Ну, вот и хорошо. Иди. Серу, а церок, пошли. Это твои друзья, Артак? Да, мам, Джон, осторожно. Наступил по всем поверьям год любви. Истребины заповедной оборвит. Полюбите, полюбите, платья красные купите. Год любви, век любви. И разлуки, и заносы, не беда. Только слаще от мороза ягода. Истребины, истребины, все желания исполнены меж людьми. Да будет год любви. Истребины, истребины, все желания исполнены. Истребины, истребины, истребины. Истребины, истребины, под колесами машины не сгуби. Век любви, и разлуки, и заносы, не беда. Только слаще от мороза ягода. Истребины, истребины, все желания исполнены меж людьми. Да будет год любви. Ночевала, истребины, дождь огня. Как царевна и рабыня у меня. Истребины, истребины, пусть горит неистребима. Год любви, истребины, истребины, истребины. И разлуки, и заносы, не беда. Только слаще от мороза ягода. Истребины, 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 все желания исполнены меж людьми. Да будет год любви. Истребины, 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 все желания исполнены меж людьми. Да будет год любви. Год любви. Истребины, 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 истребины. Истребины, истребины, истребины. Вставай. Вставай, мараджан. Азад, ну что ты там делаешь? Иди сюда. Держите все вместе, чтобы не потеряться. Артагдян... Артагдян, ты мне скажи, кто кому, кем приходится, чтобы я знал, как начать дело? Тут рано начать. Ну, сэроп руководи нами. Скажи, куда все это девать? Дорогие гости, одну минуточку. Внимание, вот наша Баля. Иди, иди. Ой, ну и вырядили майку. Видать, Марфу постаралась. Своя платья не отоцепила. Ой, Баля, чистая чучела. Это она? О, я! Ты что? Опять с ума сходишь? Оставь, говорю. Платье порвешь. Ну, черт! Потеснялся бы своих родителей! Бессовестный! Здравствуйте! Здравствуйте! Здравствуйте, дорогие гости. Давайте знакомиться. Меня зовут Иван, я Валин дядя. А это Николай Петрович, ее отец. Здравствуйте. Здравствуйте. Добро пожаловать. Здравствуйте. Ну, проходите, проходите. Проходите ко мне. Паша, пожалуйста. Благодарю. Спасибо большое. Это же безобразие, на кого ты похожа. Марфа лучше знает, мы все точно скопировали из одного модного журнала. Марфа замуж выходит или ты? Ты хоть разок на себя посмотрела, на кого ты похожа? Подумаешь? Чтоб завтра утром. Можешь не беспокоиться, я сделаю все, как ты хочешь, но если мне понравится, то я не виновата. И без этой щерсти. Зачем ты это сделал? А что это Артак на нее разозлился? Какая худая. Ты же видел. Я боюсь, что под нашим солнцем она не видя жить. Зачем молодая девушка под бокс постриглась? Разве подходит? Специалист нашелся. Счет потерял. Не так ли? Я не ошибаюсь. Значит, коллеги? Да, главное произношение, это мое кредо. Ну да. В семье такое горе, а он веселится там. На, пей. Давай. Пристает к чужой женщине. Он всех нас опозорит, увидишь. Я могу взорваться, что он не понимает? Ирвант, иди сюда, у нас тебе дело есть. Язык, зеркало души. Ирвант, кому говорят? На. Пардон, и минут? Угу. Немножко прилично види себя. Не твое дело, мой дорогой. Я вас слушаю, Мурат. Ирван Христофорович, живу за там. До свидания, мадам. Понял? Не беспокойтесь. Ирван Христофорович. Ирван Христофорович. Ирван Христофорович. Наконец. Пришел мой ягненок. Пришел. Артак, мы не поняли, чей это дом? Я же сказал, это дом Ивана, а рядом дом Вали. Свет почему не включаете? Отключи. Мурат, он сейчас сорвется. Арус, хватит, наконец? Я не тебя обманываю. Сядь, если уважаешь меня. Ход немножко. Арус, у меня тоже есть сердце. Убили сина, зарезаны. Вай, разве я такое мечтала? Вай, Вай. Ха-ха-ха-ха. К-к-к-к-к-к-к-к-к-к-к-к-к-к. Смотри, какая девушка. Хозяйка. Красивая. А моему сыну нужна была эта обезьяна. Хоть бы такую взял. Ничего, Руся, наша тоже неплохая. Сегодня ночью во сне мы все ездили в наше село. Я спал очень хорошо. Мне нравится... А я глаз не сомкнул. Не нужно болтать. Почему? Может, за нами следят. Валя, вот стулья. Спасибо. Больше не надо? Нет, хватит. Валя, это они? Да. Валя? А? Вась? Подождите, это же она. Валя, джан, доченька, это ты? А почему так получилось? Как Валя? Мурат, сироп, азат. Ведь это наша Валя. Валя? Ну да. Межрайонное колхозное совещание передовиков сельского хозяйства считаю закрытым. Успехов вам, дорогие товарищи! АПЛОДИСМЕНТЫ Пирог. Несу, несу. Так. Да, твое здоровье. Спасибо за хлеб, соль. От души хочу сказать. Скажи слово нашу отца. Которое? Отец наш всегда говорил, там, где мечом не пробьешься, хлебом с солью всего добьешься. Хорошо сказал! Будьте здоровы! Будьте здоровы! Будьте здоровы! Будьте здоровы! Иван Джан, в таких делах один дядя, другого дядю должен с полслова понимать. Правильно, давай! Это и это. Вот. Кушай, доченька. Кому чаю? Moi, avec plaisir. Сильвупле, пожалуйста. Нашли друг друга. Иван у нас тоже учитель. А-а-а! А-а-а-а! Мне тоже, пожалуйста, чаю. Сильвупле. У-у-у-у! Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха! Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха! Ешься, угощайтесь. Главное, не теряйтесь! Николай Петрович, ты молчишь, чтобы мы к тебе домой не пришли, да? Ну, прошу, милости просим. Но ведь это правда, конечно, что мужик у нас хозяин дома. Но, с другой стороны, это как посмотреть. Без Натальи Семенны дом не дом. Как наша Наталья. Счастливого ей возвращения скоро будет. Я думаю, может, завтра. Может, послезавтра. Так не пойдет, нет. Опаздываем, а? Это, как говорится, с какой стороны посмотреть. Она там докладчик. Сами понимаете. Лично Василий Васильевич звонил. Так что, как говорится, сами понимаете. Хорошо, подождем. Чувствуете, какой воздух? Ах, я что говорю. Прекрасно. Вы довольны и рады с тобой. Очень, очень довольны. У вас хорошо здесь. Очень хорошее. Очень хорошее. Молодец. Молодец. Я тебя зову. Ну-ка, пиша. Так с чего начнем нашу экскурсию? Может, пойдем на лесопилку к Ивану? Не надо. Пусть человек работает. Пойдем лучше туда. Ну, тогда начнем с цельки. Марфа Петровна, почему Иван не женится? У него на это времени нет. Какое твое дело, Иван женится, не женится? Азад, ты не знаешь? О чем-то надо поговорить. Оставь. Какого-то другого разговора нет. А как тебя зовут? Здравствуйте. Здравствуйте, дети. Здравствуйте. Азад? Что, Иван? Вспомни, как называется эта река. Ты ведь бывал в этих краях. Откуда мне помнить? Столько лет прошло. По-моему, раньше ее не было. Эту церковь скоро будут реставрировать. Приезжали специалисты. Экскурсия продолжается. Какая экскурсия? Подождите. Азад куда-то пропал. Он же сам дорогу не найдет. Ничего не пропадет. Ах, Азад тысячу раз говорил. Держитесь вместе. Ну, как клюет? Ничего, клюет. Да. Либо здесь хорошее. А вы откуда знаете? Я бывал в этих краях. Азад! 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 Мы что, приехали рыбу ловить? Знакомых встретил. Поговорить нельзя. Иди, тебя ждем. Ладно, иду. Ну, до свидания. До свидания. Сказала, я тебе научу валять. Это совсем не трудно. Правильно. Я тебе покажу брыкаться. Будешь меня слушаться? Давай. Будешь, упрямая. Разве не жалко корову? Почему бьешь, а? Чтоб ей пусто было. Хозяйки нет, никого не подпускает. Арус, иди помоги ей. Молодая. Не умеет. А ну пусти. Подержи, Муратя. Почему бьешь несчастное животное? Подожди. Подожди. Сил моих больше нет. Не надо на нее обижаться. Замучила меня совсем. Как зовут? Малышка. Чтоб ей пусто было. Ласку любит, наверно. Малышка. Малышка. Видишь? Да ну ее. Молодая, Тарусь. Успокоила. Малышка. А ну-ка ведро принеси. Соседка. Принеси. Соседка. Давай ведро. Малышка. Хорошие. Хорошие животные. Мурат. Давай, давай. Лаской от животного всего добьешься. Молодец. Спасибо. Ой, Сарус не обидит тебя. Гребешкова Неса. Это она? Строгая, мадам. Сердитая, по-моему. Эта из района не скоро вернется. А Наталья не пустит Валю в такую даль. Перестаньте. Давайте вашего Артака сюда. Могли бы помолчать. Прогулка продолжается. И невест наших ж не водитель. Видите, Сервант? Все знают нашего Артака. Внимание. Марфа Петровна? Здравствуйте. Милости просим. Не до тебя, не до тебя. Ну, что восстановить? Не жало бы пробриться. Идемте дальше. Азад идем. Марфа, мы сейчас придем. Не скучайте. Арус, мы сейчас придем. Арус, мы сейчас придем. Мы немного погуляем. Человек приглашаем. Хорошо. Идем, Арус. Прошу. Эх, кто такие? Здравствуй, дорогой. Азад, не начинай. Родственники Артака. Она та это в райцентре. Вы нашего Николая Сваты будете, не так ли? Да. Обслужим вне очереди. Сейчас, Иван Игнатьевич, я мигом. Николай человек достойный, почтенный. А Валя, тут уж слов нет. Я бы сказал, повезло вам. И Артак мировой парень хорошо поет. Здравствуйте. Кто такая? На голове колпак не узнал. Это не она? Ну, да. Наталья. Все, Иван Игнатьевич. Прошу. Так, кто из вас? Идем, урядчик. Прошу. Доброго здоровьица. Из Армении, значит. Из Армении. Я всегда говорил, что такого винограда и такой воды, как у вас в Армении нигде не встретишь. Я нигде не встречал. Это, знаете ли, что-то особенное. Пивали у нас? В Карсе. В 14-м году. Так, извольте, извольте. А я в 42-м в ваших краях побывал. Целый месяц в Давыдовке сидели. Давыдовка. Деревня так называется. Ну, там березки, река. У нас что-то такого места нет. Да нет, наверное, и Демидовка. Здравствуйте еще раз. Здравствуйте. Может быть, и Демидовка. Сейчас не помню. Целый месяц мы здесь. Ах-за, не начинай опять. Слушай, а мы все поедем? Сыроп обещал мне и Вале, что всех вызовет. Правда? Ну, раз сыропа обещал, значит сделает. А у вас там красиво? Красиво. Артак говорит, у них сейчас тополяцы. Тут пух кругом летит белый, как снег. Правда, Артак? Да, правда. Какая ты, Валя, счастливая. А теперь, пожалуйста. Родители приехали. Ну, а парень-то подходящий. Хороший, умный. Пьет? Нет. И курить тоже мало. Это хорошо. Уж если они так любят друг друга, что тут поделаешь? Поехать должна и благословить. Нет уж. Раз дочку хотят забрать на край света, я на это не согласна. А то, что вы и правы, и вы и попали. Ну, а где? А где? Ну, а где? Ну, а где? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА